Щит прошел с Хорошевской, мы с вами были на Хадынском поле И вот щит один полностью прошел Вот уже он прошел под землей почти 3 километра Его сейчас достают, отвозят опять на Хадынку и он пойдет второй То есть у нас уже тоннель фактически соединен между Хадынским полем и здесь Это раз Второе Сейчас мы с делового центра снимаем еще один щит И его отправляет уже в сторону, куда? В сторону, значит, в Трофко-Парше Он как бы сразу выбирает грунт, сразу вертикально подает его наверно Его загружает в почву У нас таких раньше проходчих щитов не применялось ни в Москве, ни в стране Вот здесь мы его первый раз попробовали на участке деловой центра Парк Победы Значит попробовали на том участке Ну и теперь вот там уже демонтируем и вставляем все Можно уточнить, вот до Харашевского поля, вы сказали, что тоннель уже один проложен Откуда? Уже проложен от Хадынского поля до Харашевского Уже по сути сейчас можно по тоннелю пройти То есть тоннель уже полностью готов Просто сообразить Что это за машина? Она дает определенную экономию времени Но пока я не могу сказать, что она очень сильно уж как бы себя проявила Просто новая еще технология, может, или до конца подрядчик ее до конца освоил Но теоретически она должна дать ускоренную проходку и более быстро вырабатывать грунт У нас раньше был либо вручную тележку мы вывозили и выгружали на подъемки на машины Либо, значит, вот этим продольным методом подачи Ну так, а здесь он идет как бы под землей И сразу вверх подает, прямо вверх подает этот грунт и сразу сваливает машину Как бы для вывоза То есть это должно дать экономию повред А как это называется? Робинсон Кирма Робинсон, производитель А женское имя я его не помню Один у нас здесь Юлия, а второй я забыл А до Петровского парка будет тоннель исполнен? Да, здесь будет тоннель исполнен Этот участок, это вообще участок третьего пересадочного контура Мы фактически заканчиваем его уже проектирование Вот этот участок, он будет двух тоннель исполнять А дальше он пойдет в однотоннельном, два поиска Нет, она пойдет дальше после Нижней Масловки До Нижней Масловки мы доходим в исполнение на Кутном А дальше пойдем уже в однотоннельное Сейчас новое, которое проектируем, уже делаем Проектируем в двух тоннелях исполнения Вообще, хочу сказать, что у нас задействованы на сегодняшний день Около четырех с половиной тысяч проектировщиков Из них почти триста иностранцев Почти триста иностранцев Кроме испанцев? В основном испанцы, но они уже сами там внутри интегрируются и с немцами У испанцев просто они за последние годы очень много построили метро в Мадриде Поэтому у них набранная компетенция Поэтому мы в основном используем их в нашей работе Нет, а у нас пока достаточно сил за их партировщик, европейцы, все-таки и Китай И дальше, ну, у них тоже сейчас идет огромная работа Кстати, по объемам строительства метро Если сосчитать год метро и железных дорог, как считает во всем мире Я специалист по перевозке железных дорог, посчитать Мы где-то в 15-16 годах выйдем на первой позиции Пока мы уступаем Пекину Пока больше нас строит Пекин Пекин строит на кругу год 40 километров метро Мы начиная с 15-го года выйдем на более 20 километров Выходим на метро, 21-26 километров выходим в метро И у нас будет большой объем по железной дороге Потому что мы сейчас строим с дорожниками Значит, строим дополнительное радиальное направление То есть кольцо, у нас тут кольцо будет 54 километра То есть в 15-м году мы на 70 километров будем В 16-м году у нас был порядка 30 километров метро И будет сбок тоже радиальных направлений порядка 30-40 километров Ну, в принципе, мы такие вышли на самые большие тэпы А всего в стройке у нас сегодня, если посчитать Всех, кто задействовал по строительству метрополитена Это уже около 40 тысяч человек То есть это проектировщики, это непосредственно строители И непосредственно, кто занимается поставкой, скажем, бетона В железном этапе, на самом деле, тюбинге На базарке, уже около 40 тысяч человек работают По объему, как бы, это очень большие объемы в мире И по количеству занятых строителей И по деловому центру хотелось бы сказать Деловой центр Парк Победы В варианте, как бы, Челнока Мы можем открыть уже в этом году Мы заканчиваем строительство Но полноценно она заработает, это как полная линия Когда мы закончим деловой центр Когда мы закончим Парк Победы Рабинки Когда Парк Победы Рабинки заработает полный центр Соответственно, в ответ к усопу, до делового центра Будет работать на полную закуску Пока он будет закончен в таком тестовом режиме Челноку До конца года? До конца года мы планируем, да, достроить Там очень непростая, на глубоком, на большой глубине 70 метров Идет в правительство До конца года, в принципе, она заканчивается А вот первый участок, где проставили с Парк Победы Рабинки Да, соответственно, да, укладывается У нас, в чем здесь плюс этого участка Что мы фактически делаем связку делового центра с ТПК И две станции у нас уже идут по ТПК То есть это участок 3-х присадочного комплекса Для нас 58 пиолетов, 3-х присадочного комплекса Мы пока не приняли еще это решение Значит, мы его оценивали Там есть определенные минусы Значит, в точке зрения пропускной способности И, так как у нас и так, в общем-то, достаточно перегруженная станция Поэтому мы пока взвешиваем Технологически, как ты так сделал Потому что в такой опыте пока работа не получится Я думаю, что тех сил, которые у нас есть сегодня строители Мы видим, что нам уже достаточно Достаточно и рабочей силы Но если считать за иностранцев Украину, Белоруссию и Азербайджану Мы их уже привлекли Ну и испансовую, мы привлекли на проектировку На управлении проектом Мы где-то можем На управлении тоннелей пропортическими комплексами Возможно, что мы будем привлекать иностранцев Но у нас сегодня уже находящихся в Москве И закупленных, но пока не доставленных Уже 30 тоннель пропортических комплексов Из них всего 30 Уже 30 есть то, что мы считаем у нас вокруг Из них 20 находятся в рамках 9-метровый сейчас ведем переговоры Чтобы взять в аренду Чтобы не тратить большие деньги Те, которые освободились В том числе, что мы бежем в свободный комплекс Один у нас есть в наличии Значит, мы его можем В следующем году его не можем А уже запустим его И еще мы считаем, что нам 4 понадобятся Скорее всего, мы возьмем в аренду Там, где они уже есть в наличии Но поэтому не нравится Инвесторов на метро мы не планируем Потому что само метро по себе Оно не обеспаемое Вообще-то, что у нас стоимость проезда Она не высокая, она даже татируется Сегодня бюджетом Поэтому, конечно, при такой стоимости На метро не поезда На транспортно-пересадочную Инвесторы будут сейчас готовить проект смерти Готовим проект смерти Когда будет проект смерти Сополняет большая цена проекта Тогда мы можем разговаривать с этим Мы постараемся 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 Постараемся